Доброе утро, друзья! Это хорошее утро. Мы продолжаем. И у нас в гостях Валентина Паевская, детский нейропсихолог. Доброе утро, Валентина! Сейчас хотелось бы обратить все внимание родителей к экранам наших телевизоров, потому что действительно настоящий профессионал сегодня у нас в студии. Здравствуйте! Здравствуйте! Валентин, ну сейчас же лето, летние каникулы. Обычно родители стараются как можно сильнее загрузить своего ребенка летом, чтобы он, грубо говоря, не шатался без дела. Нужно это делать или нужно дать свободу? Что вообще? Несмотря чем загружать. Если мы говорим про школьную программу, которая обязывает ребенку учиться в каникулы, то я, как нейропсихолог, против. Потому что у ребенка должен быть отпуск, должны быть полноценные выходные. Точно так же, как у вас. Например, если бы мне сказали, давай, Валенту, в свой отпуск, который у тебя раз в году, будешь там что-то писать или читать учебную литературу, ну, наверное, я бы не отдохнула и потом полноценно бы не смогла работать. То же самое касаемо детей. А как вот начинается учебный год, все подготовились, а ребенок не подготовился? Ребенок в этот момент занят своими интересами, своими хобби, своей активной жизнью. И, честно говоря, эта жизнь активная, которая у него была за лето, даст ему намного больше ресурсов для получения, допустим, хороших знаний в течение года, нежели чем те дети, которые каждый день учились без отдыха. Мозг должен переключаться, он должен отдыхать. И потом мы же не говорим про то, что дети действительно слоняются без дела. Они могут читать то, что им интересно. Например, подростки могут читать те же самые свои любимые комиксы, например, про супергероев. Могут заниматься своими интересными делами, кататься на скейтах. Дело в том, что изначально компьютеры не представляют такой опасности, как об этом принято говорить, если у ребенка есть хорошая активная своя жизнь. Есть классные друзья, есть классные увлечения, есть много разных крутостей, которым он занимается. Особенно это касается подростков, потому что у подростков главное, чтобы было круто. У меня у самого сына 12 лет, я знаю, о чем я говорю, и знаю, чем он может заниматься, например, в обычной жизни. Я вам хочу сказать, что изначально телефоны, компьютеры, это все может сыграть вам на пользу, если вы правильно начнете преподносить. Поэтому если у вашего ребенка хорошая социальная жизнь, у него много увлечений разнообразных, то вероятность того, что он будет проводить время за компьютером, крайне мала. А вот сын не говорит вам, что «мам, ну вот хватит меня с профессиональной точки зрения воспитывать, по работе меня». Воспринимать. А у нас нет воспитания с профессиональной точки зрения. Вообще дома я мама, и у меня попустительский стиль воспитания детей. У меня дети с первого класса ходят в школу сами, делают уроки сами. Более того, я дневник открываю раз, там, три раза в год, когда у нас, собственно, срез знаний идет. И этому я обучаю на своих семинарах, что учиться должны дети, а не родители. И о том, что у детей есть своя жизнь, и главное правильно направить ребенку. У ребенка будет много своих увлечений, и не надо проживать свою жизнь заново за счет жизни ребенка. А вот кем нужно быть ребенком? Сейчас вот очень много споров. А другом все-таки, или это должен быть родитель? Родитель всегда. Потому что чем старше становится ребенок, тем у него сложнее жизненная ситуация, которую он может переживать. И он должен знать, что родители могут ему помочь и защитить в сложной ситуации. И он должен понимать, что это не просто подружка. Но вначале, да, мы с мамой там до 12 лет хихикали, там, грубо говоря, выбирали платьишки и красили там ногти лаком. А тот начинает период первой влюбленности, и девочка приходит с мамой к маме как к подружке, а мама, хоп, у него там щелкает в голове о том, что что-то как-то не туда идет. И начинает дочке, например, ставить ограничения, а девочка уже не понимает, что происходит. Значит, ты, мама, со мной вот... Почему это подруга начинает... Да, почему это подруга. И тут получается, что предательство всей жизни, ты всю жизнь не обманывала, ты там вот... И все, и потом наладить контакт очень сложно. То есть хорошо с ребенком общаться действительно в положительных как бы моментах. Ходить на совместные концерты, чему-то там учиться на классных мастер-классах, еще что-то, да. Но при этом ребенок должен понимать, что если что-то случилось, мама станет мамой, папа станет папой. И он должен это понимать всегда, а не то, что мы всегда хихоньки-хахоньки разбираем какие-то проблемы. Да, родитель должен становиться родителем тогда, когда нужно. Валентин, вы очень много работаете, очень много ездите, у вас просто нереальное количество семинаров. Как вы умудряетесь совмещать? Как вы умудряетесь быть мамой и одновременно вот таким публичным человеком? Это вообще возможно? Ведь говорят, что нужно посвятить себя... Вот я вот часто слышу, что Маша, вот, нужно бросить все и стать мамой. Это так или нет? Начнем с того, что мы детей воспитываем до 7 лет, как родители, да. Потом дети абсолютно естественным образом от нас отделяются. Мы должны как можно меньше вмешиваться в их, как бы, жизненные процессы. У меня есть просто... Я всегда выдерживала баланс в своей жизни. У меня всегда была работа, у меня всегда были дети. И у меня, у моих детей вообще-то есть папа, они у меня мальчики. Начнем с этого. А мальчиков должен все-таки воспитывать мужчина. У них больше интересов, чем с папой. А если бы девочка была? Программирование, то же самое. Но если была девочка, естественно, у нас было бы больше времени совместного на мастер-классах, связанное там с женской стороны. Но я со своими детьми, когда я приезжаю, мы можем заниматься абсолютно разными вещами, да, и абсолютно не чувствовать от этого, скажем, ущербности тогда, когда я уезжаю в выходные дни, потому что в выходные дни у них мужская компания. Они могут сходить на фильм «Чужие», поесть, пить. Так, мальчики идут гулять, мама. Да, да, это круто. И это есть эмоциональная общность с отцом, да. И я знаю, что это очень хорошая такая подстилка для подросткового возраста. У них много интересов, они не сидят просто так дома. У них постоянно какая-то движуха. Когда я приезжаю, у нас своя движуха. У нас есть общая движуха, скажем так, семейная, да, когда мы общаемся всей семьей, куда-то ходим на концерты, выбираем, куда мы поедем отдыхать. Просто вместе, например, чем-то занимаемся, да. То есть маме не обязательно надевать халат, бигуди и вот это вот рядом с плитой весь день. Но все же, вот вы говорите, раз в три года открывать дневник, к примеру. Нет страха упустить ребенка, что открываете... Раз в три года, раз в три месяца. Ну, даже в три месяца, все равно это большой промежуток. Я для этого учу на семинарах родителей, как это делать, потому что у меня есть договоренности с учителями, которые когда и две недели... Тайные шпионы. Нет, они не тайные, дети об этом знают, что они получают оценки, они их исправляют. Но как только ситуация проходит, там, две недели, учитель видит, что что-то не так, он просто мне пишет, и тогда мы подберем ситуацию под контроль. Но из-за того, что дети изначально приучены учиться сами, то есть таких ситуаций не возникает. У меня нет требований к детям учиться на одни пятерки. Есть средний балл, который ты должен удерживать. Это нормально, они абсолютно справляются, не как любые дети получают пятерки, иногда у них бывают двойки, но они знают, как их исправить. Как вам это удалось? Как вы это сделали? Я просто знаю, как работает головной мозг, и знаю, как, в каком возрасте, что нужно сделать для того, чтобы ребенок хотел учиться. Но есть секрет, какая-то главная фишка. Давать ребенку свободу изначально, давать по возрасту свободу. Не делать из них инфантильных маленьких созданий, которые в три года не в состоянии самостоятельно кушать. Но при этом должны знать два языка. Надо просто изначально давать свободу по возрасту и давать ребенку требования определенные, что ты в состоянии это сделать. Ты в состоянии теперь убирать свою комнату самостоятельно. Ты в состоянии теперь, да, гулять один около дома. Да, но только вот телефон-то тогда бери, пожалуйста, каждый раз, когда я звоню. Ну, то есть на увеличение ответственности дети очень любят свободу. Они очень ценят, когда им и взрослые доверяют. И на этом фоне им не хочется эту свободу что делать? Терять. Конечно. Просто надо воспитывать не через наказание в прямом смысле этого слова, а наоборот через вот такие вот вкусности, когда мы даём ребёнку почувствовать вот эти возможности свои, что я могу в свободное время и этим заняться, и этим заняться. Но когда я сделал там свои основные уроки, например, убрал комнату, ещё что-то, и тогда ему не хочется это терять совершенно. Валентин, а вот любому ребёнку можно помочь? Или есть такие дети, где вы бессильны? Бывает такое? Я бываю бессильно с родителями. С детьми бессильными быть невозможно. Даже бывает ситуация, что я вообще не веду подростков, но иногда на семинарах подходят именно люди и говорят, у меня ребёнку 15 лет, я готова сделать всё, что вы скажете, вот помогите. В таких случаях действительно можно сделать всё, что угодно. А бывает, приходят и говорят, ребёнок говорит о суициде, например, да, и всё очень тяжело и сложно, и ты начинаешь говорить то, что надо сделать в первую очередь, родители говорят, ну, я не могу сейчас это сделать, у меня нет на это времени. И в таких ситуациях как бы, ну, что я могу сделать? Ничего не могу, я могу только сочувствовать. Ну и всегда, я так понимаю, работает, да, ваш подход, всегда благодарят, говорят, всё, спасибо, всё, всё сам делает, учится. Ну, у меня первое поколение детей уже пошло в старшие классы, которые вот изначально с моей работой мы поддерживаем отношения, потому что это первые клиенты. Можно сказать, что это всё и ваши дети? Да, это мои дети, а сейчас у меня уже третье поколение детей, то есть есть семьи, в которых уже третий ребёнок, скажем так, ходят ко мне заниматься, и, ну, это приятно, я не буду скрывать. Так что да. Ну, хорошо. Я так понимаю, что при воспитании всё равно идёт индивидуальный подход, правильно? Конечно, от типа нервной системы, потому что есть дети, которые сами по себе спокойны, а есть дети, которые сами по себе очень активны. И в зависимости от типа нервной системы, они могут по-разному устраивать истерики. Вот, и, собственно, мы подбираем, вот, что работает конкретно от типа нервной системы, да, механизм. Спасибо вам большое. В гостях у нас была Валентина Паевская, детский нейропсихолог. Все интервью, если вы что-то не увидели или включили нас немножечко позже, чем мы начали все интервью, можно посмотреть на нашем сайте. Кубань24.tv Да, и, дорогие родители, если вы стали родителями, не стоит волноваться. Наоборот, это великое счастье. Просто нужно более трепетно к этому отнестись. С любовью нужно. С любовью и ни в коем случае не лениться при воспитании ребенка. Я думаю, это самое основное правило, да? Можно так сказать? Я бы не сказала не лениться, наоборот, расслабиться. Расслабьтесь, родители, расслабьтесь. Расслабляемся, все будет хорошо. Мы скоро вернемся, не переключайтесь. Расслабляемся, все будет хорошо. Расслабляемся, все будет хорошо.